Так, здравствуйте, я беседую с нашим штатным врачом канала Руслан Аликович Васин, он вообще говорит детский нейрохирург, а сегодня у нас будет такая вот называется передача из цикла беседы врача или советы врача, но тут на самые разные темы он нам что-нибудь расскажет. Вот когда он закончится говорить по телефону, он к нам и вернется. Все от меня заражаются этой методой, называется она новая искренность, вот новая искренность, когда ничего не скрываешь от них, нужно, например, переодеть рубашку, переодеваешь и все, нужно подтяжки снять, снимаешь, развлекаю вас как могу. Да, ну все, Руслан Аликович, я развлекал их как мог, даже подтяжки снял. Добрый вечер, дорогие друзья, вот зрители канала, как всегда призываю поддержки, прежде всего финансовой Бориса Сергеевича, покровителя котов. Сегодня я, может, даже любимца публики Барсика покажу, он тут где-то ходит. Мы, кстати, да, по случаю померимся котами, меня тоже тут мой блуждает, дед. О, это хорошо, лишь бы мой Барсик пришел сюда, да, наш Барсик. Вот, и, кстати, не только покровителя котов, но и вообще всех живых существ, человек, который поставил вопрос ребром про канцлагеря всяких животных, которых нещадно обижают. Наверное, это неразрешимая проблема, да, Барис Сергеевич? Ну, это как рабовладение было, наверное, неразрешимой проблемой до тех пор, пока не поднялись способы производства на должную высоту. Даже когда они поднялись долгое время, это как-то не решалось. Ну, как, есть механизм отработанный. И сейчас, в принципе говоря, уже где-то кто-то даже уже взял лицензию на производство искусственного мяса. То есть искусственного не значит быть. Ну, кстати, заметьте, разговоры подобные возникают, когда появляется некая уверенность в пропитании, да? Если посадить вас на голодный паек или на саде... Не то, что кошек. Друг другу съедаем. Да. Ну, у нас, правда, на случай, вот мы так предполагаем, на случай чего будем есть картошку. Ведь в России, вообще говоря, голод начинается не тогда, когда хлеб не уродится, а тогда, когда лебеда не уродится. Да, да, да. Ну, в общем, как-нибудь на лебеде, может, проживем. Ну, не на лебеде, а вот на картошке. Да, картошка, наверное. Картошка. Да, наверное, да. Картошка – это замечательная вещь. Вот немцы очень чтут своего предвиха великого за то, что он им привез, ну, ввел в культуру картофель. С тех пор немцы перестали голодать так вот прям отчаянно. Слушайте, ну, мне в свое время показалось, их кухня очень похожая на наш. Квашеная капуста, картошка жареная с таким, с обилием жира там. Ну, да, да. Рубрики всякие там. Рубрики у нас как-то не приветствуются, хотя тоже в последнее время вот там. Сейчас все чуток не едят. Китайская пища как-то не очень прививается все эти там... Ну, слушайте, а лапша? Ну, это она давно к нам. Она скорее нами как итальянские воспринимается. Наверное, больше как японская. Там была какая-то история с человеком, который изобрел ее, обжаривал на том самом пальмовом масле. И вообще всю жизнь он питался только своим изобретением. Это в послевоенные годы. И почти до 100 лет он прожил, кушая только вот свою лапшу быстрого приготовления. Вот. Так что так. Вот. А я хотел начать все-таки... Давайте покажу маленький случай. Не данный из практики. Ну, в том смысле, что иногда, казалось бы, даже такой метод, совершенно невероятный, как какая-нибудь компьютерная томография, может вести в заблуждение. Вот. Дадите мне право, да? Вам даны все права. Да. Сейчас я посмотрю. Советская у вас писателям дала все права, кроме одного. Писать плохо. Это справедливо. Так сказал Максим Гулькинс. Это справедливо. Вот, картиночка видна, наверное, да? Видна. Вот посмотрите. Это такой вот... Вот такой мне переслали ролик. Ну, связь дежурного врача позвонила. Такой пациент поступил, тяжелый, там, автодорожный, там, у него сломано бедро еще. И вот такой вот, если обратите внимание, вот здесь мышка видна вам. Я показываю стрелочкой. Переломки. Область. Вот это, посмотрите, область свода черепа. Вот, смотрите. Вот этот костный режим перевели. Обратите. Сейчас вот доктор пытается мне показать. Вот, смотрите, какой ужас, да? Да. Такое, какое-то, как перелом. Да, давление такое, да? Рассвоение даже, по-моему. Вот, единственное, что сразу смутило, то, что вот на предыдущем. То есть, вот, несмотря на такие, казалось бы, страшные повреждения, значит, как-то там не очень все укладывается с другими вещами. Так, почему-то у меня перестал показывать. Да, вы вышли отсюда. Так, это не то совсем. Поэтому список у меня. А что там в голове-то такая? Да, это, кстати, из каких-то предыдущих. Узей какой-то, да? А, это мы уже с вами обсуждали когда-то. Почему-то он решил, что. А можно выйти и снова войти. Давайте, я сейчас выйду. И уже открыть на экране нужный файл. Сейчас я... Так вот. То есть, не всегда. То есть, вот там совершенно такая очевидная картинка, что там что-то где-то вдавлено. Ну, я попутно, конечно, расспрашиваем, какое состояние, какое сознание. Ну, получаю ответ, что в сознании в ясном. По шкале Комы-Глазга это все там, все 15 баллов. Вот, поэтому, ну что, значит, ну, надо подъехать, посмотреть. Я приехал, посмотрел. Так, сейчас еще раз попробую найти эти картинки. Куда-то они исчезли. Значит, человек после автомобильной травмы. У него есть повреждение свода черепа. Но он находится в ясном сознании. И, значит, в полной памяти. Да-да-да, все, я нашел. Таких вроде бы нарушений нет. Голова не болит? А что-то у нас с интернетом, да? Нет, ничего-ничего. Нет, болит голова, но там другая проблема. Там еще бедро сломано, соответственно. Так, давайте еще раз. Я демонстрирую. Ну, бедро сломано, да, это ничего хорошего. Да, ну, такая сочетанная травма. И вот я уже подъехал на место и сделал так называемую 3D-реконструкцию. Вот посмотрите. Видите, как странно. Вот лобная кость. Да, треснула. Да и ничего она не треснула. Не может так треснуть. Это же кость. Но ее можно сравнить по... Ну, чашка фарфоровая там, да, или, ну, конечно... Борозда какая-то у нее так и было, что ли? Не, просто в момент исследования, по-видимому, кашлянуло. Как раз датчик, когда проходил, трубка проходила, сканировала. То есть, изменились расстояние. Это такой артефакт. То есть, это все, в общем, никакого повреждения. А сейчас ты верхних зубов-то у него нет, что ли? Ты не обратил внимания. Выбил, наверное. Нет, нет, они там есть. Там просто тоже движение, тут немножко все это наложено. Да, есть верхние зубы, есть. Вот. То есть, вот такие вещи могут вести заблуждение. Это так частенько бывает. Переломы ребер видны на томографе. То есть, во время дыхания происходит. Вот. Или во время каких-то движений. Ну, короче, вот такие находки бывают. Иногда их можно неверно интерпретировать. Но, собственно говоря, каких-то больших сложностей в этом не возникло. А вот еще в качестве... Тут у меня какие-то сложности, демонстрации возникают в этот раз. Да, мы как-то с вами говорили про ловушки для детей. Ловушки для детей. Иногда страшные вещи происходят. И мы... Ай, мы... Даже, в общем, даже я был сегодня в шоке немножко, когда показали... Ну, там помимо... Я вот сейчас... Я вам покажу снимочек. Попытаюсь сейчас найти... Попытаюсь найти те снимки, которые... Сегодня подготовил я для... Да, вот такой. Видно, да, снимочек рентгеновский такой? Видно. Какие-то линии там... Да, 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 да. Это уже снимочек после операции. Маленькая ручка. Видно, уже сколько тут пальчиков-то? Раз, два, три. Четыре пальчика тут только. Три пальчика. Да и вся остальная структура. И все эти пальчики, они тоже такие... В ужасном состоянии. И вот. Ребенок полутора годовал. И попал в ловушку такую. Помогал. Видимо, он маме где-то там залез на стол. Он на заднем не следил. В мясорубку, в электромясорубку запустил ропу. Вот, несмотря на то, что, скажем, их... Не знаю, если давно увидели электромясорубку. Такая тонкая горлышко современных мясорубок. Очень тоненькое отверстие куда-то кусочки мяса. Ну, было и тоненькая ручка. Да. И понимаете, в общем, вчера там была целая... Целая эпопея, привезли. Очень быстро наши врачи там среагировали. И быстро приехали МЧС со своими силовыми там... С отрезными машинами и прочим, чтобы разобрать этот... Вот этот агрегат. Потому что... В общем, все это было... Фотографии, которые там были, доктор показывал сегодня. Но я даже не хочу их показывать. Потому что такое... Жуткие фотографии. Даже на врачей, видавших виды, в общем, произвело это впечатление. Вот. Так что такая история, как электромясорубка мне в свое время... Похожая история случалась. Я еще когда травматологом работал. Но там не так катастрофично было. Хотя, наверное, тоже пальчик потеряли. Вот. Но здесь, в общем, почти вся кисть перемолота. Выглядит живыми более-менее, наверное, два. Первый и пятый палец, да. Указательный полностью потерян. Третий, четвертый. Было впечатление, что они живы после операции. Вот. Но не факт. Плюс большой... А это в гипсе сейчас, да? Ну, да. Иммобилизована вот эта гипсовая повязка. Это то, что спицы видны. А, это спицы, которые внутрь встают. Спицы. Так называемые спицы Кишнера. Можем как-нибудь поговорить об этом замечательном докторе. Вот. Ну, используется в качестве основы для устой синтеза. То есть, чтобы более-менее попытаться на этих спицах собрать, чтобы придать костям нужное положение. Три пальца и обрубок большого будет. Ну, да. Да. И даже вот те, которые там третий, четвертый пальчики, вызывают очень серьезные сомнения в жизнеспособности. Ну, это во время перевязки было видно. Вот. Так что, такие чудовищные вещи иногда бывают по... По недосмотру. Это несчастье. Обсуждались вопросы там, а как вот мать? Что же она вот так? Нет. Не знаю. Я в этих вопросах не берусь судить. Такие вещи случаются. А вот этой маме ей жить с этим всю жизнь. Да. Но не доглядела. Да. Не доглядела. Поэтому можно только пожалеть всю их семью. И вообще это ужасное несчастье. Вот. А взрослым нужно помнить, что целая масса ловушек сконструирована для маленьких глупых детей, которые в данном случае, наверное, хотели помочь маме. Какие же, например, ловушки-то? А? Какие же ловушки-то? Вот такие ловушки, которые вот на безопасность виду жужжит негромко машинка. Вызывает интерес. Туда можно что-нибудь запустить. Оттуда появляется фарш. Кстати, и в этом случае я говорю, вот помните такое, как в физике есть всяческие там законы сохранения, да? И вот та история, что фарш обратно не прокрутишь, она в данном случае вот прямо иллюстрирует всю ситуацию. Хотелось бы. А ловушек всяческих много существует. Помните, у нас была даже там небольшая передача. Можно как-нибудь еще поговорить о таких ловушках, которые... Тут тебе и магниты, тут тебе и всяческие моющие жидкости химические, которые там используют, допустим, для прочистки канализационных труб, которые... Ну, это жесть вообще, да. Да, страшные дела, да. То есть вот такие вещи. Короче, взрослый человек, особенно у которого есть дети, он должен постоянно смотреть на этот мир с точки зрения, нет ли здесь какой-нибудь ловушки опасной для ребенка. Вот так что такие вещи бывают. И вот, смотрите, такая безопасность виду вещь, как электромясорок, который... Ничего себе безопасная. Но она всегда была опасна. Понятно, опасна. Но, с другой стороны, когда она была ручной... Ну, тогда можно было остановить все. Да, да. А здесь вот... И казалось бы... Она без участия... Ну, человека не работала. А сейчас это работает. Да, да, да. Вот, поэтому предупрежден, значит вооружен. Электромясорубки детям не игрушки. Все должны это усвоить. Да. Так что так. Бывает и так. Вот, ну... Не хочется заканчивать разговор на этой грустной ноте. Да, все-таки такие несчастья случаются. Я хотел с вами поделиться опытом, как бросать курить. Вот, я такой курильщик со стажем. Вы сейчас курите или у меня нет? Вот, и где же я не с чем-то? Я завел такой разговор. Я бросил курить, уже неделю не курю. Как этот Мартин говорил, да? Нет, ничего проще, чем бросить курить. Я делал это много раз, да? Да, я вас поздравляю. Да, так вот, когда нужно бросать курить? Наверное, бросать курить нужно, как только начал курить. Это первое, да? Из опыта личного. Мне кажется, вот, чтобы бросить курить, вот, нельзя использовать, как вы, знаете, привыкли. Нужно иметь силу воли. Вот эта история про силу воли, она, мне кажется, совершенно не работает в истории, вот, в истории про курение. Потому что сила воли, мне кажется, это та история, которая вас заставляет курить. Потому что вы же прекрасно понимаете, что курить вредно. Что это всячески, то есть, пагубно влияет на ваше здоровье и прочее. Но что-то вас заставляет курить. Я думаю, это та самая сила воли. Поэтому нужно в эти игры не играть. Вот я пересилю эту привычку и все. Нужно быть хитрее, нужно себя обманывать, нужно придумать какие-нибудь себе истории. Вот, я помню. Это какого же рода истории надо придумать? А, вот я вам сейчас проиллюстрирую достаточно забавную историю, как мы, это было, наверное, уже лет, наверное, 10 назад, как мы всем коллективом бросали курить. Ну, прилично, я нас там, наверное, человек пять бросало курить. Я был там инициатором в очередной раз. и говорю, давайте так поступим. Во-первых, бросаем. Во-вторых, любое, даже любая попытка подумать про сигареты, это мысли преступления. И оно-то должно быть нещадно наказано. А наказывать все будут там, у нас там был по соседству хороший такой мини-спортзал. И наказываться будет именно подтягиванием на турнике. Ну, все там ребята, много молодых, спортивных там, все восприняли это с большим энтузиазмом. Это принимало самые причудливые такие формы. Много смеха, вот все сидят там, занимаются чем-то серьезным, пишут какие-нибудь истории болезни, и вдруг кто-то говорит, я подумал про сигареты, я пойду себя накажу. Да, тут все скакивают и говорят, зачем ты сказал слух, мы тоже подумали, мы тоже идем себя наказывать. И все дружно идут там, не успели, половину дороги, ну, в смысле, позанимались спортом немножко там, не успели назад вернуться, говорит, я опять подумал. Опять и все, вот этот цирк происходил, наверное, на протяжении месяца, и все с таким смехом. В общем, мы как-то легко все. Я тогда не курил, наверное, лет пять после этого случая, там, да, кто-то там больше, кто-то меньше. Ну, в общем, все вспоминают со смехом эту историю. Вот, поэтому надо себя обманывать, надо придумать какую-нибудь игру. Вот, ну, относиться, конечно, к этой истории, наверное, как, все-таки это хитрый бес, он умеет поджидать. Вот. Так что, можно пользоваться этой историей, нужно сделать все весело, использовать для здоровья. Хотя это имеет, конечно, последствия определенные, появляется какой-то жуткий аппетит, бесконечный, хочется есть, есть, есть. Вот, ну, ничего, я думаю, это со временем тоже пройдет. Все проходит. Все пройдет, это пройдет, все пройдет. Совершенно верно. Поэтому курить вредно. Надо бросать, кто курит. А кто не курит, не надо начинать. Вот, на этой оптимистической ноте можно, наверное, уже подводить итоги. Значит, ловушки для детей и самонаказание. Да, может и так. Самонаказание. Вот такое будет название. Так, ловушки для детей. Знаешь, такая была передача. Или мысли преступления. Мысли преступления. Самонаказание за мысли преступления. Да, вот это красиво. Это красиво. Да. Так, а как же нам вот убрать эту картинку-то ужасную? А вот это? А это я сейчас уберу. Прекратить трансляцию. Да, наверное, так. Потому что... Самонаказание за мысли преступления. Да. Это здорово. Самонаказание за мысли. Да. Ну что ж. Прощаться будем с публикой, да? Да. Давайте прощаться. Ну, всего доброго, публика дорогая. Вот сегодня коротко. И зато вот вы сами себя наказываете. Как только подумайте. Пожалел я для Бояршина вы деньги. И сразу веди, и переводи, и самонаказание. Или хочешь бросить курить. Я подумал, никакого спортзала не нужно. Сразу деньги переводи. Да, да, да. Да, кстати, вообще, надо тему эту развить? Да, это тему надо развить. Да. Тему надо развить. Тему надо развить. Ну, всего доброго. Помашем. Помашем.